Мы приехали в поселок Гагарина в народе цыганский в 15.00. Спустя три часа он скрылся во тьме. По крайней мере, несколько улиц на окраине. Там в конце августа спецслужбы сняли фонари. С тех пор в частном секторе страшно и опасно. Ходим с садика каждый вечер. И вот у нас, знаете, мы вот идем, и уже здесь у нас овраг, поле. Я уже ничего не вижу. Мы просто вот идем с ребенком. Она держит меня за ручку, мы идем. Благо, что еще вечером выпускают собак. Тут очень много у нас беспризорных собак. Все их никак не могут найти им дом. В тот день жители Балтийской улицы поначалу обрадовались. Приехали энергетики и стали демонтировать фонари. Люди подумали, заменят на новые. Но с тех пор прошло уже два месяца, а света все нет. Сняли свои два провода и светильники. И мы спросили, когда светильники будут ставить освещение. Они говорят, не будем ставить. Почему? А говорят, у нас денег нету. И все. А сняли они и были рабочие? Рабочие, нормально. Стало бы нормальным было. Или отмывали деньги, вот это вот. Или что? Дядя Вася – местный активист. Настроен серьезно. Будет писать в прокуратуру. И если надо, организует митинг. Но для начала обещает повесить на улице керосинку. Снимет на видео и выложит в интернет. Чтобы кому надо, стыдно стало. А то столбов наставили через каждый метр. Для чего – неизвестно. Стоял стоп на углу. Вот. Поставили. Почему-то приехали еще. Поставили. Но поставили его на дороге. На прошлой неделе я пошла мусор выбрасывать. Вот. Заворачиваю на ту улицу. Мусорница там. Вот. Ладно, я слышу, что машина у меня навстречу. Я в кусты. Но возитель-то едет оттуда, он уже не видит. Так вот, осталось вот совсем немного. Он чуть в этот столб не врезался. Это вот для чего? Старожилы Цыганского устали перечислять свои проблемы. На весь поселок нет ни парикмахерской, ни аптеки. Детских площадок и скверов с лавочками тоже нет. Нету даже банкомата. Нам все мы раздали карточки, пенсионные деньги. Еще никто не отменял наличку. Но у нас ни одного банкомата. Чтобы обналичить деньги, мы должны 50 рублей заплатить и съездить на Химаш. У нас живут самые богатые люди, наверное, на всем свете. У нас весь город ездит по льготным проездным билетам. У нас этого не предусмотрено. Петру Николаевичу, Тултаеву обращаемся. Обратите на нас внимание. На Цыганский. Макаровка, Гаряновка. Ко всем ездят автобусы. У нас почему-то нет. А ведь поселок Гагарина – это даже не пригород. Это Октябрьский район, Саранска. Но какой-то совсем забытый, опечалены жители. Кстати, две недели назад точно такая же история с фонарями случилась и на улицах Менделеева, почтовая, социалистическая. Светильники демонтировали и молча увезли. Страшно. Вдруг постепенно мрак накроет весь Цыганский. Олеся Плакиткина, Павел Толобаев. Наши новости.